всем привет сегодня у нас на обзоре керосиновая лампа фирмы хосак модель 351 l после военного производства послевоенного производства выпускалась она где-то в 50-е года прошлого века значит история с самой фирмы хосак я немножко касался в лампе уличном фонаре видео про уличный фонарь соответственно кому интересно посмотрите здесь истории касаться не буду про сейчас буду этот демонстрировать ее работу для того чтобы запустить эту лампу необходимо вот здесь специально открыть ванночку есть специальный механизм для открытия вот этот рычажок снизу вот далее в отверстие в стекле заливаем соответственно спирт ванночку для запуска лампы кстати эта бутылочка также является изделием фирмы хосак до военного производства то она как раз предложателю для запуска примусов и других устройств что вниз интересно в конструктивно в ней есть второе дно вот и вот эта трубка она идет до конца вниз и впаяна в это второе дно исходя из этого мы можем дозировать количество заливаемого топлива то есть при одном на коне именно выливается столько сколько заполнилось между дном и фольжном спирта вот это кстати очень удобно если говорить о современных бутылочках заправщиков то у них тоже есть второе дно если мы откроем вот оно второе дно которое позволяет также дозировать вот но это фольжно она неплотно прилегает к стенкам поэтому топливо будет лица постоянно просто напор уменьшится вот ну штука также рабочие вот дальше запускаем зажигаем лампу паузу зажигал далее соответственно зажигаем нашу лампу сейчас на улице очень холодно спирт загорается с неохотой вот вам позагорелось дальше закрываем крышку так лампа у нас прогрелась в первую очередь закрываем клапан на крышке бака дальше открываем карбюратор точнее игла у нас выходит из форсунки и начинаем нагнетать давление с помощью насоса лампа у нас загорелась и теперь соответственно смотрим на манометр и догоняем до рабочего давления в принципе единички достаточно лампа у нас горит довольно таки ярко и обратите внимание как она работает тихо то есть она работает удивительно тихо особенно если сравнивать ее работу с лампой петромакс и вот чтобы вы сейчас ощутили это наглядно произведем запуск лампы петромакс с этим вы знакомы опять все то же самое заливаем ванночку так зажигаем так пока наша лампа разжигается расскажу вам о конструктивных особенностях лампы хосак значит конструкцию абсолютно сложная слабый петромакс вот единственное что у петромакса снизу есть клапан который открывается ручкой вот у хосако же этого клапана нет то есть ручка вот это у нас она только осуществляет пробитие форсунки гой там такой же шкив ходит такая же игла вот и она клапана снизу у нас нету соответственно для запуска это лампы мы ее сначала разогреваем и при горящей ванночке мы начинаем нагнетать давление то есть пока лампа не загорится петромаксе же соответственно а нет у первых петромаксов была точно такая же конструкция то есть точно также отсутствовал нижний клапан вот и надо было также сначала разогревать потом производить запуск вот кстати вы можете посмотреть как это происходит допустим на той же little baby предыдущих моих видео вот но петромакс уже в тридцатые годы изменил конструкцию вам сместил крепление карбюратора от центра в бок и это позволило сделать как раз вот этот конструктив вот еще установить клапан внизу вот и соответственно нагнетаем сначала давление потом производим запуск лампы это значительно удобней чем на тех же хосаках или на первых петромаксах вот конструктивно полный конструктив лампы хосак я вам продемонстрирую своих будущих видео например лампы хосак до военного производства вот у меня еще 351 л модель это то точно такая жена как и после военной лампы один в один есть несколько конструктивных отличий но не принципиальных и как вы видите у первых ламп до военных также отсутствует манометр то есть манометр на 351 модели это именно особенность послевоенной лампы хосак так лапа петромакс у нас практически разогрелась это сейчас остатки топлива догорают уже в карбюраторе вы час я провожу его пуск послушайте как она работает сейчас даже микрофон поближе поднесу сначала вот к рабочей лампе хосак а теперь запускаем петромакс слушайте насколько сильнее работает насколько уровень шума выше на этом наше видео заканчивается спасибо за внимание жду вопросы в комментариях пока все тушим все и и и и и и и и